Давайте разберемся, как устроен экран выбора героя. Перед вами экран пика, выбор героя на моде All-Pick в Heroes of New Earth. На данном этапе вы можете выбрать любого героя, которым хотели бы сыграть. Но при этом необходимо учитывать многие факторы. Важно понимать, что часто игра может быть легко выигранная или наоборот проигранная еще на стадии пика. Каждый герой в Хон имеет уникальный набор способностей, которые хорошо сочетаются с другими героями. Если вы подберете хорошую комбинацию, вы сильно увеличите свои шансы на победу. Давайте разберемся, как устроен экран выбора героя. Первый блок героев занимают персонажи с основной характеристикой ловкость. Эти герои, как правило, являются керри-персонажами, которые раскрывают свой потенциал на более поздних стадиях игры. Керри-герои имеют очень низкую выживаемость. Однако они легко компенсируют этот недостаток фармом, то есть заработком золота и приобретением дорогих мощных артефактов. Слишком много керри в одной команде зачастую приводит к очень длинным и затяжным играм. Есть также и большая вероятность того, что команда с несколькими керри-героями проиграет намного раньше, чем успеет собрать нужные для победы артефакты. В большинстве случаев вам нужен один или максимум два керри в команде. Следующий блок героев занимают герои с основным атрибутом интеллект, проще их называют магами. Большинство этих героев специализируются на нанесении огромного количества магического урона. Здесь вы можете найти много саппортов, бейбиситеров, а также кастеров с мощным набором атакующих способностей. Как правило, по меньшей мере один герой из этого блока должен присутствовать в любой команде в качестве основного саппорта. Он сконцентрируется на помощи команде и установке вардов для обеспечения контроля карты. Герои-силовики в основном являются инициаторами и танками. Они способны навязать бой и пережить большое количество входящего урона. В любой команде всегда важно уметь правильно выбрать сильного и мощного инициатора, который к тому же сможет принять много урона от вражеской команды и при этом выжить. В принципе, все три категории героев имеют своих керри-ганкеров, суппортов и инициаторов, однако это лишь исключение из правил. Итак, в основном блок ловкость содержит героев керри. Блок интеллект содержит героев поддержки и мощных прокастеров, наносящих огромный магический урон. Герои-силы в большинстве своем трудноубиваемые инициаторы. Зачастую в основе выбора персонажа лежит понимание того, на какую линию и с каким героем вам придется идти, а также предположение о том, против кого вам придется играть. Наиболее распространена ситуация, когда на верхней и нижней линии стоят по два героя, а один идет на центральную линию. В идеале на каждой из боковых линий вам нужен по крайней мере один герой дальнего боя. Он будет напрягать врагов и не давать безнаказанно атаковать союзного героя ближнего боя. Решая, каким героем будете играть, продумайте будущие линии. Посмотрите, насколько ваш герой впишется в общий пик вашей команды. Не выбирайте героя ближнего боя, если у вас в команде уже есть два-три таких же. Пикнув его, вы, вероятно, обречете одну из линий иметь двух героев ближнего боя, которые заведомо будут находиться в весьма невыгодном положении. При наведении курсора на героя вы можете посмотреть данные о нем и проверить, является ли этот персонаж героем ближнего или дальнего боя. Как только вы определитесь с типом атаки, определите, какую роль вы сможете исполнить наилучшим образом, чтобы удовлетворить потребности вашей команды. Есть много ролей в Хон. Например, поддержка, нападение, инициация и другие. Каждая роль крайне важна и не меньше других определяет путь, по которому ваша команда будет стремиться к победе. Не забывайте и о том, что герои, выполняющих ту или иную роль, должны быть в меру. Например, если в вашей команде есть керри, персонаж которому объективно потребуется максимум фарма, то при выборе второго керри вы будете вынуждены делить его, замедляя скорость сборки и своих, и его артефактов. Если в вашей команде уже есть два героя поддержки, то при выборе третьего вы оставите вашу команду с большим количеством легко убиваемых героев. Перед своим выбором постарайтесь посмотреть и оценить уже сделанные пики обеих команд. Спросите себя, чего не хватает именно вашей команде, на каком герое, выполняя какую роль, вы смогли бы привести свою команду к победе. Еще один простой совет. Используйте правый клик по герою перед пиком, чтобы показать союзникам, кого вы хотите выбрать. Ваши союзники тоже могут показать свой предварительный пик, что поможет вам вместе подобрать грамотный состав команды. Знание и использование этих простых советов является первым шагом на пути становления великого игрока в Heroes of Universe. Оставайтесь с нами и не пропустите наше следующее видео, которое поможет вам подготовиться к начальной игровой фазе.